На прошлой неделе крупный игрок оставил след в опционах. Здравствуйте, коллеги в эфире. Ильдар Ногалиев, это обзор по понедельникам. Здесь все про инсайдеров. Десятилетки. На этой неделе нужно обратить внимание, что исполняется сентябрьский контракт. А это значит, что мы находимся в фазе переходного периода. 23 августа он будет исполнен. Фьючерс на десятилетке является поставочным, поэтому как только исполняют все опционы, открытый интерес начинает перебегать. Именно поэтому исполнение фьючерс опциона не происходит в один день, либо можно превысить плечо в этих опционах и попасть на поставку. Чтобы этого не было, присутствует разрыв в один месяц между исполнением фьючерса и опциона. Как только фьючерс сентябрьский останется без опционов, у нас вся ликвидность сразу же начнет переходить на декабрьский контракт. Соответственно, в следующий понедельник мы с вами будем наблюдать открытый интерес в декабрьских контрактах и его отсутствие в сентябрьских контрактах. Это обстоятельство приводит к тому, что уровни, которые мы с вами находим на сентябрьских контрактах, к примеру, цена может их попросту отработать тогда, когда нам уже не следовало бы их торговать. Но при этом тот же самый уровень на октябрьском контракте будет либо не достигнут, либо мы через него перейдем. Это очень часто происходит. Поэтому в этот период лучше новых сделок по фьючерсам не планировать. Если это опционы, то можно что-нибудь придумать. Но стоимость этого переходного периода в опционах тоже будет. То есть через эту неделю, которая закончится, ваш опцион обязательно подешевеет чуть больше обычного. То есть этот период приводит к проседанию контрактов. По этой причине дальше рассматривать уровни на сентябрьских контрактах нет никакой необходимости. Будем переходить на декабрьский. По декабрьским контрактам все, что я могу сделать, это выставить контрольные отметки 115.20 и 113.00 и ждать их пробития. Какие-то модели внутри искать при отсутствии ликвидности пока на сегодняшний день нет никакого смысла. Использовать склейки на таких контрактах нет никакого смысла. Для того, чтобы отслеживать непрерывный график, мы используем доходность десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки. А теперь про инсайдера. Помним, что в сентябрьском контракте наш товарищ покупал волатильность на 112-м страйке. То есть ориентировался он на то, что цены покажут стремительное движение вверх или вниз. Портфелем был синтетический страйдл. Или страйдл, как хотите в этом случае, потому что был перевес. Стремительное движение действительно случилось. После мы ожидали какого-то управления от товарища, но его не произошло в нужных нам сроках. А дальше сроки стали нам ненужными. Ибо в маленьких сроках очень сильно дешевеют страйки, которые находятся подальше. И делать об них какие-то портфели, что-нибудь продавать, какие-то поты и так далее уже нет никакого смысла. Обычно это приводит к тому, что торговец открывается уже в следующей серии, что и произошло на прошлой неделе. 16 августа в опционах мы увидели серию сделок. На страйках 113.50 и 112.50 поты. Нам повезло в этот раз. Было записано, что все опционы с хеджем, но мы догадались бы и так по центральному страйку. Синтетика. Наш товарищ опять покупает волатильность. Если посмотреть на график, то мы увидим на страйке 113.50 прирост 56 тысяч и на страйке 112.50 прирост 36 тысяч. В совокупности больше 90 тысяч опционов, что соответствует доковидному обороту. Такие большие цифры торгуют сегодня, потому что в фокусе внимания выборы в Соединенных Штатах Америки на сегодня оба кандидата предлагают бороться с инфляцией, но почему-то не озвучивают, откуда она взялась и за чей счет эта борьба будет происходить. Ладно, получается, что на сегодняшний день у нас присутствует торговец, который купил волатильность. Ну, здесь на страйках 113.50 и 112.50. Графически делать нам пока нечего в этом контракте. Ждем пробития контрольных отметок и перехода ликвидности. Это значит, что когда цены пойдут в сроках до 20 сентября, ну, примерно так же, как в тот раз или совсем по-другому, если вы понимаете, о чем я. Если вы смотрите мой канал, то вы понимаете, о чем я. Как только они пойдут, мы увидим или нет управления. Это и будет следующей страницей, следующей подсказкой. Сейчас мы знаем, на что он закладывается. Возможно, в процессе будут возникать условия, по которым мы тоже могли бы купить волатильность, допустим, на видимых уровнях. Могли бы сделать то же самое, но надо будет смотреть, сколько стоит и в какой момент. Или какие-то модели. Будем посмотреть. Индекс S&P 500. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что максимумы, которые возникнут вот в этом вот дне, они будут привлекательны для торговли. В этом случае реализовать мне в этот раз не удалось, потому что максимумы были неочевидными. Будет фильтр, значит. И неделя своеобразная. По сути, мы после скачка волатильности, который покупал наш товарищ в десятилетках, увидели V-образный разворот. Скачок волатильности пришелся в рейтёспрэн, который покупал наш товарищ в индексе S&P 500. И теперь он тоже действует, но уже в других сроках. Что я буду делать на этой неделе? Наверху я буду отслеживать триггер четырехчасовой. Он находится возле исторических максимумов, ежели вдруг там будут сформированы какие-то модели. Внизу я буду пробовать торговать уровень негатива четыре часа. Торговать буду тест. В силу того, что этот уровень для меня будет сигнализировать о негативе, понятное дело, что тест должен быть уже под ним. То есть сначала мы должны его пробить. Последовательность вот какая. Приходим к уровню, пробиваем его. Пробиваем, значит закрываемся ниже. Если закрылись ниже, значит внизу есть какой-то минимум. Если это импульс и действительно начинаются распродажи, то этот минимум будет обновлен. Треть и цены еще ниже. Если все так, то с обратной стороны я могу пробовать в этой точке продажи. Дальше мне необходимо выбрать какой-то риск. Или это будет стоп, или я захеджируюсь, или я вообще зайду в рынок при помощи опционов с закрытым риском и буду ориентироваться на их стоимость. Ну, в любом случае, что-то я здесь должен предпринять. Точка входа понятна. Как я это буду делать, посмотрим, потому что пока непонятно, какой это будет старт. Если мы пойдем с текущих, есть вероятность ничего не успеть. Это будет большой, чудовищный день. Наверху модели еще не сформированы. Надо посмотреть, чего там будет. Если будут сформированы, тоже постараюсь там поторговать. Кроме того, присутствуют контрольные отметки. До этого случилось неистинное пробитие контрольной отметки. Вот оно. То есть пробили, но закрепиться не удалось. Поэтому они были переставлены на 5.118 и 5.721. Ежели они будут пробиты, я найду уровни. Ежели будут пробиты наверх, то я буду использовать фильтры синие для поиска этих самых уровней. То есть уровни поддержки в моем случае. Ежели будут пробиты вниз, то я буду использовать фильтры красные. И уровень негатива тоже в будущем станет таким фильтром. В опционах тоже есть на что обратить внимание, потому что действовал наш товарищ, плюс мы вышли из целевого его портфеля. До этого целевым был рейтио 5.405.200, но цены ушли из него. До того, как ушли, торговался вот этот товарищ на конец августа. Спред 5.405.550. Поэтому за его оттоками, закрытиями и так далее нужно следить, потому что если ситуация начнет меняться, это может как раз сигнализировать о том, что эти изменения происходят. Какие конкретно признаки обычно бывают? Как правило, частичное или полное закрытие, если больше половины этого спреда закрывается. Смотрим вниз, отслеживаем модели, которые направлены на негатив с большим вниманием. Кроме того, в декабрьских фьючах тоже появился портфель в опционах, который можно по признаку объема относить к крупному игроку ввода. Это календарный спред между ежемесячными сериями в опционах конец месяца, end of mount, сентябрь и октябрь. Спред находится внизу. Риск-профиль такого спреда чем-то похож на бабочку вне денег. Что важно? Календарь – это портфель с повышенными рисками. И просто так, в таких сроках в календарь на спред мало кто полезет из крупных участников. Потому что сюрпризы могут быть совершенно любого характера. Поэтому очень важно следить за управлением такого портфеля, а именно за закрытием сентябрьских контрактов. Ежели мы увидим 5,250 на сентябрь закрывается в нужных для этого объемах, то, соответственно, тоже начнем это рассматривать как негативный сентимент. Если это вообще произойдет, этого может также и не случиться. Сырая нефть марки WTI. На прошлой неделе мы с вами перешли на спот график, потому что был переходный период с сентября на октябрь по фьючерсам. Здесь мы с вами говорили, что целью роста может выступать недельный триггер. Вот он. И формирование максимума в этой самой неделе от 15 июля. Что и произошло. Максимум нужно теперь зафиксировать, и он становится уровнем достаточно привлекательным. И в опционах можно разного рода гипотезы выстраивать и портфели там, потому что не будут там цены задерживаться. И торговать направленно можно, если увидим характерные признаки. Движения на таких уровнях, как правило, крупные, но не думайте, что это просто. Это больше все-таки для тех, кто использует опционы в торговле. Я думаю, что для линейных торговцев там риски слишком высоки, волатильность возрастает. При пробитии движения могут быть большими, но вот эти самые большие движения они сопровождаются и откатами, не меньше. Потому что крупный таймфрейм. Пока что этот уровень находится далеко. И, соответственно, в самое ближайшее время ориентироваться на торговлю там, я думаю, не стоит. Но в какой-то момент крупные торговцы проявят себя и начнут показывать цели на этом уровне или за нем. Вот там-то мы их и заметим. По фьючерсам мы переехали на серию октябрь 24-го. Я выставил контроль на отметке 78,50 и 78,88. На прошлой неделе был сентимент негативный, но такой себе. Даже мне очень выраженный. И реализация его оказалась тоже так себе. Потому что именно в день экспирации мы пошли тестировать уровень. Именно по этой причине мы его пробили с обратной стороны. Там, где стоило бы шортить. Вот такое. И волос сильно-сильно не выросло. Ладно, подождем чего-то новенького. Я думаю, что в ближайшее время это обязательно назреет. Природный газ. Всю прошлую неделю цены оставались на месте. Мы с вами говорили о том, что тест КТУ можно было бы оценить в сентябрьских контрактах. Но пока это не произошло. Скоро по сентябрьским исполнениям. Поэтому надо, пожалуй, с ними заканчивать. На октябрьских контрактах выделил для себя триггеры. Четырехчасовые. Внизу, вверху. Четырехчасовые наверху уже достигнут. Дальше последовательность. Вот какая. Я выставляю оповещение внизу. Если цены оказываются внизу, то, соответственно, наверху появился максимум. Иначе бы они не упали. Я оцениваю, где находится этот максимум. И критерии моей оценки вот какие. Смотрим на тело триггера. Относительно тела триггера. Вот эта видимая точка. Она может для потенциальных шортистов быть около нуля. В таком случае это не очень интересно. Может быть в отрицательной области. где-то вот так вот середина и чуть больше этого триггера. Тогда это интересно. Вот здесь вот это интересный уровень для торговли. Может быть слишком далеко от их точки входа. То есть тело триггера вот едено полностью. Вот так вот. Тогда это снова неинтересно. Итого неинтересно здесь. Неинтересно дальше, чем вот здесь. И интересно вот здесь. То есть если в интересующей меня области будет сформирован какой-то максимума. Я назову его уровень позитива. В зависимости от того, где находится старт, я приму решение как мне его торговать. Конечно же одновременно со мной будут действовать и крупные торговцы. Обычно так и бывает. Можете последить за моим блогом на бусте. Я постоянно фиксирую такие моменты. Если оно происходит, в такой ликвидной точке появляются крупные портфели и я это фиксирую. Блог я веду не так уж и давно. Там уже накопилось очень много подобных примеров. Что не может не вызывать повышенного интереса. Итого по природному газу контрольные отметки 1.98 2.42 на октябрь. Вот что я отслеживаю. И триггеры 4-х часовые. Вот что я отслеживаю. В опционах каких-то интересных портфелей не было. Поэтому там рассказать про инсайдеров пока нечего. Золото. На прошлой неделе я сообщил вам о том, что крупные торговцы торгуют бабочку вне денег на апрельских фьючах, мартовских контрактах. Торговали они ее на спаде, значит туда мы собственно и пойдем. Что и произошло. Спустя какое-то время цены действительно выдвинулись в направлении этого портфеля и хотя бы по этому фьючерсу от момента входа уже плюс какой-то вырисовывается. 5.8%. В фокусе внимания при отслеживании таких портфелей конечно нужно держать управление этих портфелей при позитивном сценарии. Для того, чтобы понять, что они управляют при позитивном сценарии, нужно либо смотреть мой канал, либо шарить в опционах. Выбирайте, что вам ближе. Но учтите, разбираться в опционах нужно будет очень хорошо. На графике на спаде после пробития максимумов мы с вами говорили о том, что надо будет посмотреть как именно цены идут, как развивается все и уже после этого планируют. Будут какие-то моменты для того, чтобы войти в рынок или все-таки не будут. Пока что только пробили и отслеживать нам нечего. Два дня здесь цена находится. Это получается в процессе. Внизу у нас вырисовывается проблемка, потому что сформировалось что-то похожее на большое накопление. А как вы понимаете, за такими накоплениями активно следят розничные торговцы. Что они делают? Они просто тянут туда профиль объема и думают, что это уровень крупного игрока. Но, как вы понимаете, это не совсем так. Точнее, совсем не так. И если мы будем там искать уровни поддержки, мы, скорее всего, с ними будем как-то пересекаться. То есть, находиться на одних ценовых уровнях. Но здесь сложно не попасть в накопление. В этом проблема. Куда не выставишь уровень, везде будет оно. А при таком рынке это проблема пока что. То есть, искать там поддержку я не тороплюсь. Но в будущем обязательно станут появляться какие-то торговцы в опционах и подсветят нам, какое из накоплений может быть правильно. Ладно? Хорошо. Итого, все, что выше максимумов. Пока формируется, то, о чем говорили, этого еще нет. Внизу не тороплюсь искать уровни, потому что, во-первых, пробитие контрольной отметки неистинное. Во-вторых, искать в боковике вместе с розничными торговцами это всегда плохая идея. Китайский юань в американских долларах особенно ничего не изменилось. Со следующей недели этот инструмент будет дисквалифицирован из обзора по известным только мне причинам. Китайский юань в российских рублях будет иногда появляться в обзорах, но не на постоянной основе. На прошлой неделе он все-таки вышел из длительного необоснованного, скажем, накопления. В общем-то, пока ничего интересного не происходит. Говорить здесь не о чем. Появится в обзорах тогда, когда здесь будет о чем говорить. Сентябрьский фьючерс на доллар-рубль контрольные отметки не пробиты. Я их немножко подкорректировал. Теперь это у меня 84,951 и 89,887. Внизу сформировался уровень негатива 87,330. За ним слежу. От того, как именно он будет пробит, я приму решение, торговать мне или нет. Вот это снижение, которое было сверху вниз, резко и стремительно. На что обратить внимание, а точнее, на что направить свою критику. Курс Банка России на прошлой неделе менялся очень сильно. Я его фиксирую на графике вечных фьючей. Именно здесь, именно в этот день у нас Банк России оттянул курс аж до 92. Соответственно, торговцы, я так понимаю, на это отреагировали и заходили покупать. В ответ на что он, конечно же, завалился. И завалился стремительно быстро, буквально за час-два. Стоит ли говорить, что если это будет повторяться раз за разом, это превратится, ну, скажем, в не очень хорошую закономерность. Повторится или нет, посмотрим. Загадывать не хотелось бы. В целом, к сегодняшнему дню формируется такая не очень хорошая тенденция. Мне кажется, что рубль, фьючер, точнее, на доллар-рубль становится не очень выгодным инструментом. И приходится искать альтернативы. На нашем рынке этими альтернативами являются опционы и фьючерсы на природный газ, на сырую нефть марки бренд, на индекс S&P 500, но стоит помнить, что это инструменты, которые клонируют внешнее, и по ним есть ситуации, которые порочат нашу биржу или показывают ее с нехорошей стороны. Например, манипуляция на нефть в 5 долларов 25 декабря 2018 года, или торговля с отрицательными ценами на нефть, когда тем, кто работает на нашем рынке, просто отключили рынок и не дали возможность каким-то образом управлять своими рисками, а потом исполнили в минус несколько депозитов. Неприятно. Что делать? Не торговать с открытыми рисками, не переносить через ночь, ну и избегать этих вот самых внутренних выходных. Вот что нужно делать. И, конечно же, изучать опционы. Это то, что сможет оберегать и защищать вас в любой непонятной или неприятной ситуации. Возвращаясь назад, доллар-рубль, итого, я буду отслеживать пробитие или непробитие 89-88-84-95 и, возможно, стану торговать уровень негатива 87-33. Все зависит от того, как будет выглядеть рынок. Если это резкое движение или манипуляция, то ничего не получится. Манипуляция это хвостик за уровень и все. Резкое движение это ушли и поздно чего-то там говорится ожидать. При штатной реализации пробили, обновили минимум, подошли с обратной стороны, взяли тест. Именно тест. Торговать в пробу я не советую. Очень манипулятивным стал инструмент. Плюсом от нас теперь скрыли информацию о том, как определяется курс, почему в этот день, например, было 92. Ну, в совокупности идет к тому, что манипуляций будет только больше и доверять на слово этим котировкам не стоит. индекс РТС была пробита контрольная отметка 104.450 и наверху сформированы уровни сопротивления 109.540 и 108.520. Сейчас для меня это уровни сопротивления, от них я собираюсь торговать вот сколько при штатных движениях. То есть, если мы идем резко и стремительно вот таким вот вертикальным ростом, то торговать я их не буду. Если мы идем штатным рынком по типу вот такого, то, конечно, я буду использовать это в качестве уровня сопротивления. Актуальность уровней я буду сохранять до момента. Первое. Амплитуда, идущая вниз, не превышает ту амплитуду, которую мы пробили, то есть ту, которая шла вверх. Если она не превышает ее более чем в полтора раза, то оба уровня актуальны. Если она превышает ее в полтора раза внизу, 1.5, 150%, то актуален только вот этот 108.520. Если она, амплитуда, идущая вниз, превышает растущую, уже в два раза, уровни неактуальны оба. Надо искать другие. По фьючам сентябрьским мы их не найдем. Будем использовать график базового актива. Индекс Московской биржи. Контрольная отметка 2.875 была пробита, наверху сформировался уровень сопротивления, это триггерный уровень от 17 июля. Он актуален до тех пор, пока цены не упадут до отметки 2.698. Кроме того, был сформирован максимум в дневном триггере без отката. Вот здесь он находится, и вот он, этот максимум. Этот максимум будет сигнализировать о начале позитива, ну или хотя бы о том, что вот этот тренд негативный стал корректироваться. Пока это не так, соответственно, разворачивать рынок и ловить ножи я бы не советовал никому. Возможно, у нас, кроме вот этого уровня позитива, появятся другие отметки, по которым мы поймем, что все изменилось, но они еще не сформированы. Есть четырехчасовой триггер, он у меня под вопросом, потому что пока не ясно, стал ли он безоткатным. Кроме того, внизу я набросал контрольные отметки, все они уходят куда-то в прошлое, соответственно, по ходу их пробития мы будем строить новые уровни сопротивления, ну и сказать, их будем там, в далеком, в далеком прошлом. Итого, десятилетки. По фьючам переходный период, буду смотреть за доходностью в опционах, крупный товарищ купил волатильность. Ожидает, что цены будут уходить с текущих, где-то на величину стоимости страдла. S&P 500 ведет себя несколько вразрез с ожиданиями. Вместо боковика сформировал V-образный разворот. Внизу присутствует уровень негатива, наверху триггер, за которым буду следить. Крупный товарищ имеет спред на конец августа и календарный спред на конец августа, сентября и октября. За ними буду следить. Сырая нефть марки WTI. На неделю сформирован уровень позитива, но ожидать там цену относительно быстро не хотелось бы. А если она там будет, надо понять, что за причины нас туда повели. По октябрьским фьючам пока контрольные отметки крупных портфелей, скажем, замечены не было. Природный газ по фьючам перехожу на октябрь, слежу за триггерами и контрольными отметками. Портфель крупных торговцев пока особого интереса не вызывают, перевеса там нет, выбирать какой-то один из направленных на сегодня в обе стороны я бы не советовал никому. Золото. Двигаемся в сторону портфеля крупного товарища на мартовских контрактах. По какой траектории пока непонятно. Ну, время покажет, потому что пока это только первые шаги. У него там ведь еще и продано, ему за день тоже не надо, чтобы мы через день там оказались. Юань выбывает из обзора по понедельникам. Ну, нет особого смысла дальше соответствовать этим трендам. Никакой пользы это так и не принесло. Сентябрьский фьючерс. Доллар-рубль. Уровень негатива и контрольной отметки в фокусе внимания. Индекс РТС. Формированный уровень сопротивления. Будем следить за их актуальностью по мере пробития точек внизу. Индекс Московской биржи. Тренд пока не разворачивается, но есть сформированные признаки, по которым мы поймем, что дело пошло. Вопросы, которые вы оставляли в комментариях к предыдущему обзору. Ильдар. Может сможете закидывать видео в телеграм-канал. В телеге вроде неплохо воспроизводится видео. Есть два момента. Первое. Ютуб легко подчинить. Инструкции в интернете хватает. Второе. Если я буду это делать, то получается, те, кто его замедляет, добились того, что хотели. А я не поддерживаю замедление Ютуба, потому что это лишит доступа к большому слою информации, которую я лично использую. Очень много всего, любые темы, куда ни коснись. В Ютубе есть, на других площадках нет. Вот поэтому я это делать не буду. Получается диапазон. Ну что ж, тоже торгуемо. Получается нет. Ошибся я. Совсем запутался. Раньше вроде на 4 часах смотрели триггер без отката и пробоя видимой точки. Нет, это не так. Можно смотреть на часовиках, 4-х часовиках, дневных, недельных, графиках. Особенности есть, но что это именно 4 часа, нет, это не так. Появится ли в будущем какой-то голосарий ваших терминов? ТБО, КТУ, видимая точка и так далее. Я предполагаю, что вновь прибывшим зрителям сложно разобраться, что к чему. Когда-нибудь появится, но не могу сказать когда. Спасибо, заинтриговали новой повесткой 25-го года. Но это я случайно проговорился. Пока рано эту тему поднимать. Когда придет время, я обязательно просигнализирую. Расхождение на рубле говорит о том, что нужны колы или путы на сишку. Не совсем так. Расхождение на рубле говорит о том, что манипуляторы на рынке выдавливают хеджеров. То есть тех, кто хотя бы каким-то единственным оставшимся способом пытается закрыть валютные риски. Соответственно, если найдется тот, кто ответственный за это, то это диверсия. То есть злонамеренно делают такие вещи, чтобы хеджеры не могли закрывать риски, чтобы экономика не могла развиваться нужными ей темпами, чтобы все проблемы импортеров уходили в цены. В цены на конечного потребителя, значит в инфляцию, значит в ставки, значит в замедлении экономики. Вот для чего такие вещи могут быть сделаны. Была ли эта манипуляция? Не утверждаю, но то, что хеджеров после этого случая будет меньше, это я вам гарантирую. Вопросы с Рутуба. Помню, ваши подписчики просили перенести на эту платформу ваши обучающие курсы. На всякий случай, вдруг еще актуально на Рутуб, появилась функция переноса контента с Ютуб. за один раз автор может переместить более двух тысяч видео. Процесс занимает несколько часов, рассказала Реа Новости. Реа Новости, видимо, не проверяла, как это в жизни работает. Это вообще не так. И работает это вообще не так, и я не могу сказать, что это прям работает. Вот, поэтому, во-первых, все не так радужно, как написано, во-вторых, делать я это все равно не буду. Я всегда говорил, учитесь, пока есть такая возможность. Кто смог, тот молодец. Вопрос. Хотел бы вас попросить сделать вас обзор на отчеты, из которых вы берете информацию, что анализировать, на что смотреть, как считаете уровень. Смотрите. Есть в описании к этому ролику вот такая вот строчка, она идет вторая. Как проводить анализ рыночных данных. Целый курс записан, он находится на Ютубе. Можете посмотреть. Там все это уже есть. Интересно, применяете ли вы опционные стратегии на ММВБ? Если честно, я даже не представляю, как без них торговать на нашей московской бирже. Я торгую только опционами или опцион с фьючерсом. Просто фьючерс, но только если он потом будет переведен в опцион. Только так. Вопрос. Скажите, пожалуйста, применяете вы в своей торговле опционы на российские акции? Есть ли там ликвидность и насколько они удобны? В торговле применяю ликвидность. Там есть удобные можно было сделать и лучше. Все получается на этом. Вопросов больше нет. В таком случае спасибо всем, кто смог досмотреть это видео до конца. Будем оставаться на связи. Хорошей вам торговой недели. Будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok